Всем доброе, доброе утро! Очень поздно, но очень хорошее. Ярик кушает с Лилей, мне так хорошо. Мама в душе, Полинка со мной. Просыпаемся. Полина! Ярик, ты будешь снимать Полину? Нет? Почему? Ярик, а там игрушки. Все, ребята, мы уже выбрались на улицу. Мы здесь, я показываю наши дачи и очень здесь красиво. Моим очень нравится. Здесь, конечно, очень красиво. Здесь так все сделали. Я вам показывала в предыдущих видео. Мы везем Ярика на площадку, потому что он очень активный, как всегда. А потом в магазин, потому что у нас пустой холодильник. Пока гуляем. Жара сегодня. Супер! Ярик постоянно с Лилей играет вообще. Мне так легко, хорошо. Подружились они с Лилей. Он снова ее вспомнил. Забывает на некоторое время, потом снова вспоминает. Давай. Так, ребята, мы уже дома. И пока есть время, малыши уснули. Я хочу вам показать. Лиля с мамой привезли много подарков. Все, одежки. Очень красиво. Хочу поделиться с вами. Первое, это для Ярика. Вот такая классная, смешная футболочка. Она у него, кстати, сейчас будет 110 сантиметров. Такая смешная. Кстати, сегодня мы ее не надели. Можно было надеть. Он в старые пришел. Сейчас вот такие классные. Тоже такая яркая. Она вроде на экране сыня. Да? Сыня. Она бирюзовая такая. Я, кстати, люблю минимализм тоже. То есть веселые люблю такие минималистические. Ну, эти штанишки, они очень классные, остальные. Да, такие, что здесь... Ну, они немножко великоваты, но главное, чтобы не малы, да? И Ярик тоже будет такой модный мальчик. Он уже будет ходить в садик. И ему все одежки очень понадобятся. Следующее, это для болинки. Это такой очень классный, очень теплый костюмчик. Посмотрите, он уже прям как... Я не знаю, нету слов. Просто обалденные. Здесь тоже штанишки такие. Скоро уже осень. Осенью и зимой у нас очень холодно. Ну, как холодно? Как раз вот в этом костюмчике будет круто. Полинка будет еще такая стиляга. Посмотрите, у нее еще есть вот такой костюмчик. Это уже Таня с Сашей передали. Это мой дядя и тетя. Ой, давайте вот так штанишки. Это же нам такой слабанчик. Там сердечки такие немножко. И... Зараз... А, здесь кофточка отдельная еще есть. Я не видела вчера. А, на принцессу здесь корона. И вот такая тоже классная кофточка. Это все костюмчик такой. Ну, здесь не написано насколько здесь, но она уже будет такая взрослая. Девочка. Самая милая, самая нежная это вот это. Как бодик такой. Он... Здесь рыбки такие розовые. Это сейчас, кстати, ей носит. Так что оденем сегодня, наверное. И... Такая красная еще девчонка будет. Ой, здесь торчит. Вот такая она будет еще девочка-девочка. Ну, и там еще игрушки тоже есть. Ребята, сегодня у Полинки месяц. Моя девочка уже такая... такая хорошенькая. Ей уже месяц. Так быстро время пролетело. Я вам не могу передать. Очень быстро время летит. Наслаждаемся каждым моментом. Сегодня собираемся праздновать. Мы купили их... Хочем сделать тортик такой. Посмотрите. Сама еще не знаю. Купили там и фрукты украшать. И свечка у нас есть. С творогом и бисквитом такой тортик будет. Сейчас Лили что-то будем готовить. Что-то будем творить. На самом деле у нас много сладостей. И... Ну, праздник есть праздник. Будем делать торт. Потому что и Сережина мама, и моя мама привезли много конфет. К нам всегда привозят конфеты. И мы, конечно, очень рады. Потому что в Германии не такой широкий выбор конфет. как я помню, приходишь в Рошен или в Ашан, набираешь сколько хочешь себе на развес. Здесь, ну, по крайней мере, в тех магазинах, что возле нас рядом, Лидл, Алди, только здесь все по-другому. Просто шоколад мне здесь не очень. Либо я кушала не то, что надо, не то, что вкусно, но все, что кушала, все как-то не то. Наши конфеты мне роженовские, очень вкусные, очень люблю. Даже самую простую ромашку я очень хотела. Ромашка, самая-самая простая конфета, но я ее так хотела. И мне тоже привезли, и я кушаю. И это, кстати, да, я уже попробовала шоколад, хотя Полинке всего месяц, но я попробовала чуть-чуть, все хорошо, так что по чуть-чуть к чаю кушаю уже шоколад. Я просто про диету во время грудного вскармливания, когда кормила Ярика, то я, кажется, этого всего не кушала такого ничего 2-3 месяца, кажется, уже на 3-й месяц я там начала пробовать что-то такое. А просто я по... Заходи, сходи. Ярик еще спит. Я просто с педиатром, когда говорила, то он мне сказал, что Юля, кушай все, не делай для своего организма стресс. Короче, сейчас мой взгляд на питание совсем другой. Как у тебя Германия? Германия класс. Класс. Мы просто прогулялись сегодня только. Ну, я еще схожу по магазинам, мы еще пошопимся, завтра. Погода хорошая. Так что где-то училась. Скажи, Лиля хорошо просто знает немецкий язык. Где-то училась. В Гринченко университете и магистратуру Драгоманова. Магистратура Драгоманова и Гринченко на университете. Немецкий язык, а второй английский, да? Так что Лиля говорит, что ходит по улицам и всех понимает. Молодец. Может, переедешь к нам? Я подумаю. Ой, ну хорошо, мы будем что-то готовить, потому что Сережа скоро придет. Мы сегодня очень бы вкусно вам покажем. Покажи, какой мы бисквит купили. Мы, короче, бисквит купили и что-то сейчас будем творить. Правда, в магазине не было клубники вообще. Не сезон, понятно. Так что красиво было бы с клубникой этот тортик. Мы как-то будем творить. Творить, творить. Творить, добро. И что это вы лежите? Ярик притаскал подушку в Полинкину кроватку и улегся возле нее. И Лиля туда же. Все, втроем спим в кровати. Такие все зацелованные. Боже, Ярик целовашкин. Полинка активная, не спит. А мы с мамой готовим. Привет, папа! Привет! Боже, Ярик, такие красные щеки. Сегодня у Полины месяц, у нее день рождения. Happy birthday to you! It's a good time for you! It's a good time! It's a good time! Ярик! все, начинаем праздновать. Полина, тебе первый месяц, ты уже совсем взрослая. девочка! Давай, как мы мы показываем те места, которые часто бываем своим Лиле, маме. И сейчас на еще одной площадке. сейчас мы покажем там где-то Ярик, мама, Лиля. А вон Лиля присела возле коляски. Мы пришли на площадку. Фух, сегодня очень так хорошо прошел день. Мама говорит, что боже, какая у вас чистота, какие у вас совсем другие дома. Мою маму очень удивило. Она говорит, боже, как у вас здесь? Ну, не повторяет один за другим так, как в Украине. То есть здесь каждый хочет отличиться. У каждого свои особенные цветочки, свой особенный заборчик, свой какой-то на окнах очень красивые окна. И очень удивило, что боже, какие у вас чистые окна. На первом этаже как красиво. Только что проходили собачка в окне. Это очень удивляет. Мелочи, 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 но это очень удивляет. Клумбы ей понравились, да, возле домов небольшие клумбочки. У немцев очень развито вот это садоводство. Да. И очень все красиво. И она говорит, я бы вас здесь жила, вас так красиво. Ребята, уже очень-очень поздно, мы ложимся спать, что-то мы с Ле договорились, что встретимся на кухне, но я так долго укладывала Полинку и прихожу на кухню или нет. Либо встреча отменяется. Полинка так и не уснула, она сейчас со мной. Что-то мы не хочем спать, девочка хочет гулять, у нее сегодня праздник. Да? Не хочет спать. Так что мы тусуемся на кухне, сейчас буду пить чай. Может Лиля подтянется? Да нет, наверное спит, они устали сегодня. Да я устала. Но Полинка у меня командир. Мальчик уже спят. Спокойной ночи. Всем пока. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.